На сегодняшний день в Евросоюз входит 28 государств, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Польша, Румыния и другие. Вступить в объединение могут европейские государства, соблюдающие принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и верховенства закона. Решение о начале переговоров по вступлению выносит Совет Евросоюза, предварительно проконсультировавшись с комиссией и Европарламентом. Так, кандидатами на вступление Еврокомиссия рекомендовала сделать Украину и Молдавию. Можно вспомнить историю возникновения Европейского союза, его расширения. Вот такие страны Центральной и Восточной Европы, как, например, Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, не ряд других государств этого региона, они подали заявки на вступление в Европейский союз еще в 1994-1995 году. Но их вступление произошло только в 2005-2007 году, то есть спустя 10-12 лет. Поэтому вот этот процесс от статуса кандидата к статусу как бы постоянного члена, это достаточно такой длительный процесс. Напомним, что вместе с тем Еврокомиссия рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в члены объединения до выполнения ряда условий. Например, стране необходимо гарантировать полноценную работу всех государственных институтов, продолжать совершенствовать избирательную систему. Еврокомиссия намерена отслеживать выполнение этих рекомендаций, и отчет по ним будет предоставлен к концу этого года. Учитывая множество критериев для кандидатов в члены Евросоюза, процесс вступления страны в объединении может быть очень непростым и затяжным. Поэтому, например, говоря об Украине, очень сложно предсказать, какие возможности страна получит по итогу вступления в ЕС, и каков будет ее статус на мировой арене. Наверное, главный расчет Украины состоит в том, чтобы, придя в Европейский Союз, она имела возможность пользоваться, ну, скажем так, финансовой и экономической базой Европейского Союза. Ну и, соответственно, с помощью вот этой базы экономической Евросоюза Украина пытается выйти из сложного экономического положения и решить те проблемы, которые у нее накопили. Официально Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в конце февраля этого года, спустя несколько дней после начала российской специальной военной операции. Затем Европарламент рекомендовал предоставить государству статус страны-кандидата на вступление в объединение. Согласно недавнему заявлению Еврокомиссии, в следующий раз заявки Украины, а также Молдавии и Грузии будут обсуждаться на следующем заседании Европейского Совета, которое состоится уже на этой неделе.